Многие болезни мегаполиса списывают на отвратительную экологию. Однако и в многомиллионном промышленном центре, оказывается, можно жить как тысячу лет назад. Проще говоря, на подножном корму. Как это сделать, расскажет Елена Борисова. Центр Москвы. Коммунальная квартира. Уже полгода студенты, преподаватели и менеджеры, добровольно отказавшись от благ цивилизации, пытаются выжить. Как будто наперекор этому городу. Я не жую жвачки. Это, собственно, тоже все. Не ем чипсы. То есть это вся та гадость, которая абсолютно химическая, ненатуральная, которой люди тоже тратят очень много денег. Это только на первый взгляд выглядит как безумство или авантюра. Пять незнакомых друг другу людей списались по интернету, сняли четырехкомнатную квартиру. В этих стенах они ставят эксперимент. Можно ли в большом городе начать экологически чистую жизнь? И как дорого это обойдется? Это может быть каждодневное действие, которое ты делаешь для того, чтобы сократить свой экологический след. Там просто масса может быть вещей. Отказ от пластика и от того, что плохо перерабатывается. Раздельный сбор мусора, экономия всех ресурсов воды, электричества. Бумажные авоськи, ведра с компостом и бесконечный свод правил. Первое. Не покупать продукты из супермаркета. Второе. Меньше расходовать. Не только денег. Электричество тоже. И воды. Всего того, что мы привыкли так щедро тратить. Получается не только экологично, но и экономично. Этот счетчик, он, да, такое как психологическое воздействие. Когда вообще включаешь воду, вот прямо видишь, как он считает. Вот можно как бы семья, может там сэкономить тысячу-две. То есть за год там 10-12 тысяч. Эко-жители отказались от метро и автомобиля. Это тоже часть эко-программы. Роману пути кидали до работы как минимум километров 30. Вечером в обратный путь. И еще столько же. Городские эко-поселенцы не загрязняют окружающую среду, экономят на фитнес-клубе и общественном транспорте. В месяц получается тысяч 10, как минимум. Но тут без твердости духа и физической подготовки явно не справятся. Можно в столице устроить себе экологически чистую жизнь и не изнуряя себя физическими нагрузками. Правда, это дорого. Магазин деревенских продуктов в Москве. За едой, как и во времена советского дефицита, очередь. Запись за месяц. Это вам не домик в деревне. Все приезжает, упаковывается, сразу уезжает. То есть хранения фактически нет. Пол-литра сметаны 300 рублей. Пользуется огромным спросом. Десяток яиц 200, одна курица 400, гусь 1000. Есть цена фермера и наши плюс 30-50% от цены фермера. Вот это наше ценообразование. 50% сверху – это абонентская плата за связь деревни и города. Продавцы, разумеется, рассчитывают на обеспеченного столичного жителя. Ведь вкус настоящей еды тут забыли. Похоже, среди покупателей только рублевка. Но иногда сюда робко заглядывают и представители среднего класса. Правда, чтобы купить даже полкило творога и устроить праздник желудку, им приходится экономить. Иногда прийти сюда, попавываться или на праздник купить индейку, лютку или что-то. Или, опять же, позволить себе раз в неделю что-то отсюда. Ну, ничего, пока, ну, слава богу, можно. Мы проверим, за что же на самом деле платят покупатели в лавке и есть ли разница между продуктом из деревни и тем, что нам продают в супермаркете. Тут галштин фриска. Ну, в хорошее время там она 50 литров дает молока у нас. Тоже галштин фриска. Ну, такой же у нее удой. Тут жерсийская порода. На искушенного столичного потребителя работают деревенские. Фермер Татьяна каждую неделю в столицу возит мясо, творог, сметану. Кажется, кому там все это нужно? Ведь в московских магазинах, понятное дело, как в Греции, есть все. Видите, свиньи кормят дошираком. Коров, я знаю, многие кормят, знаете, чем? Вафли, потом, ну, отходы производства вафельного. Крошка кексовая. Ну, что это за мясо-то будет? Курица не может стоить 70 рублей. Если она стоит 70 рублей, это не курица. Значит, что-то с ней творили такое просто. Вот просто для того, чтобы просто вырастить курицу, вот так, вот принимая минимальное положение, ну, 200 рублей, ну, 180 она должна стоить. В хозяйстве у Татьяны 5 эко-коров, десятки эко-индюков, эко-кур и эко-кролики здесь тоже водятся. Ну что, для столичных жителей эко-продукты, для деревенских просто скотина, выращенная обычно на сене, комбикорме, без химии. Другого здесь сроду не видели. Смотрите через минуту. Да ну ее эту Москву! Почему успешные и устроенные уходят жить в лес? Хотелось бы как-то поближе к земле, на свежий воздух. Я это люблю называть. Назову бабушке, я сморожу себе попу. Тех, кто еще надеется устроить экологически чистую жизнь в мегаполисе, а тех, кто уже отчаялся, отделяет две сотни километров. Эти люди называют себя эко-поселенцами. Они отказались от достижений прогресса и из мегаполиса уехали в глушь. Но дорожка не проезжая. Это хоть и против правил, но в светлое будущее местные могут въехать только на внедорожнике. Я буду на пенсию, у меня будет лошадка, тележка, сток сена. Готовить буду на зиму. В поселении Лучезарное 80 семей. По сути, они добровольные беженцы. У каждого по гектару земли за 500 тысяч рублей избушка и одна идея на всех. В чистом поле они пытаются начать новую жизнь. Ну, вроде винтик чего-то. Встал, помылся, пошел. Отработал, пришел. В силу огромных объемов города Москвы, пришел уже буквально там ко сну. Что-то успел поесть, заснул. Встал, умылся, ушел. Свободных гектаров в поселении всего пять. Новичок Алексей тоже устал от мегаполиса, смога и продуктов из супермаркета. Но не уверен, возьмут ли. Как у вас, семья есть? Да. Кто? Что? Ну, мне 40 лет. Я жена, помен, даю детей. Хотелось бы, ну, как-то поближе к земле, на свежий воздух, от пробок, от грязного воздуха. Его, конечно, примут в поселение на трехмесячный испытательный срок. Только вот выдержит ли сам Алексей без телевизора и горячей воды? С цивилизацией лучезарной пока ничего не связывает. Водопроводы, канализации нет, электричество тоже. Питание, как правило, от солнечной батареи. Когда российские поля стали заселять эко-поселенцы, психологи поначалу обрадовались. Вот он новый тренд, вот они свежие темы для диссертаций. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, нового тут в общем и нет. Это старая песня о главном. Не выдержали ритма, не смогли заработать столько же, сколько сосед. Амбиций много, а карьера не задалась. Это уже классика жанра. Про многих из них. Знаете, я это люблю называть на зло бабушки, я отморожу себе попу, понимаете? На зло всем я уеду в деревню, чтобы все узнали. То есть страдану по полной, понимаете? Это же про это на самом деле. Жители поселения Лучезарное в свое лучезарное будущее хоть и верят, но все же иногда сомневаются. В кромешной тьме светодиодная лампочка их путь, если и озаряет, то очень слабо. И куда они бредут со своими светлыми идеями, и бредут ли вообще? Поселенцы пока и сами не знают. Но утешает в этой ситуации только одно. В их московских квартирах уже давно поселились арендаторы. Солидный месячный доход гарантирован. А самим помещикам много ли надо? Свежий воздух, вечерний мацион по сосновому бору, и ежедневный расход на питание 300 рублей. Здесь со временем можно будет прожить на ноль рублей. То есть мы планируем питаться своего огорода. То есть полностью вот эта вот наша система, которую мы здесь создаем, мы планируем то, чтобы она нас полностью обеспечивала. Остальные доходы на книжке или банковской карте. А земля – лучшее вложение денег. И экологично, и прибыльно. Редактор субтитров А.Семкин